В общем, после вчера, после обзоров на пиво и последующих посидел, а, конечно, еще немного пошатывает. Мы решили поступить так, как поступил Никита вчера со своей женой и поспать подольше. А они, кстати, уехали на пик Виктории. Поэтому, надеюсь, он там что-нибудь поснимает и будет весело. А мы пока идем снимать бабла чуть-чуть с карточки, потому что вчера закончился весь кэш. Покушать хочется. Время час дня, время обеда в Гонконге. Везде все забито. Везде очереди в любое даже сраненькое заведение. Ну, про дорогие вообще молчу. Там капец людей снаружи возле каждого ресторана стоит. Поэтому сейчас снимем денег, пойдем найдем. Я там пиццерию одну приметил, так что позавтракаю пиццей. Ну, то, что для нас завтрак, для нормальных людей уже мальчик. Вот так вот. Ждем Никиту где-то через час-через два он должен вернуться. Решим свои планы на сегодняшний день. Потому что день обещает быть долгим, а вроде бы даже интересно. В общем, добрались мы до пиццерии. И кусок пиццы, один слайс, четыре куриных крыла и банка пола обошлись примерно в 700 рублей. Но надо понимать, что кусок пиццы здесь размером, я не знаю, сейчас попытаюсь показать, конечно, относительно банки пола, какого он размера. То есть в некоторых местах, мне кажется, целая пицца меньшего размера, чем здесь один слайс. Потому что сами пиццы в диаметре на сколько? Ну, больше метра я бы. Поэтому вот такой у меня завтрак. Потом пойдем что-нибудь искать для Эни, потому что она пиццу теркать не может. Ну, будем разбираться по ходу дела и все еще ждем Никиту. Хотя времени прошло, сейчас пол второго. Поехали, буду есть. Буду есть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В общем, покушали. Точнее, я покушал, а Эни съела у меня одно куриное крыло. Ладно, покормим ее чуть попозже. Мы очень довольны, потому что, ну, жарко, капец, просто нереально. Пекет прям дико. И сейчас идем найти место, где продаются билеты на автобус обратно в Китай, чтобы доехать до Шэньчжэньского северного вокзала завтра. Лучше купить сегодня. Ну, мы такие люди, типа, заранее все обычно делаем, чтобы не день в день, чтобы потом на расслабоне. Поэтому идем искать. Вроде по карте нашли. Должно быть где-то метрах в пятистах отсюда. Сейчас попробуем найти. Надеюсь, не запутаемся в этот раз, потому что вчера мы пару раз очень эпично потерялись. Ну, вчера мы и пили нормально. А сейчас все-таки утро. Все трезвые. Хоть и, как я и говорил, пошатывает немного. Идем дальше. В общем, существует такой тип людей, называется женщины. И этот тип людей может просто вот идти, идти, идти и поменять решение, почти дойдя. Если вы помните, буквально секунду назад для вас, чудесами монтажа, мы шли покупать билеты на автобус. И не дошли примерно 300 метров. У кого-то устали ноги, слишком жарко. Мы поймали такси и поехали в отель. В отеле в лобби попросили, где продаются билеты, где можно поближе купить. И, собственно, нам сказали, вроде есть место. Рядышком, буквально в пяти или десяти минутах ходьбы от нашего отеля. Поэтому мы зашли в некое вот такое место, можете наблюдать сзади меня, где они покупают себе лапшу. И потом она увидела это место в рекламе по телевизору. Еще в Китае, причем очень давно. И это место некое легендарное. В нем нет ни столов, ничего. То есть есть какая-то маленькая стоечка сбоку, где там два человека кое-как размещаются. И все. Но по-хорошему есть, надо типа, стоять снаружи. Делают там какую-то лапшу. Очень знаменитую, очень легендарную. Если запомните название и запомните вот такие иероглифы, я надеюсь, их видно сейчас на камере, то можете приехать и попробовать. Вот это место считается легендарным. Вот такие дела. Блин, я это часто слишком говорю, да? Поэтому приезжайте, пробуйте. Еды, конечно, в Гонконге, блин. Я всегда думал, что в Китае, наверное, материковым, континентальным, не знаю, как это правильно назвать. В основном Китае еды очень много. Но по сравнению с Гонконгом, мне кажется, вообще в Китае есть нечего. Фу, ладно. Сейчас пойдем, они быстро перекусят. Я переобуюсь, потому что в сланцах ходить адово, очень адово. И жарко, еще слишком жарко. Надо будет переодеть какую-нибудь футболку полегче. И обувь другую, кроссовки переобуюсь. И пойдем искать все-таки то место, где можно купить билеты. Ну и продолжать ждать Никиту. Которые, оказывается, проспали и поехали позже. Так что они сейчас на пике Виктории. И время у нас 2 часа дня. Они обещали приехать к 5. Так что у нас есть 3 часа. Я не знаю, проблема это нашего района, где мы сейчас находимся или нет. Мы поедем потом дальше, посмотрим. Но здесь единственное, что легко сделать, это похавать. А купить обычную белую футболку, чтобы переодеться. Вообще полная жопа. Я какого-то черта набрал с собой только черных футболок. И во всех них жарко, капец. Единственная белая футболка, в которой я был вчера. Но она была вчера. И как бы носить ее уже не очень. Мы уже час ходим ищем белую футболку. Обошли кучу магазинов. Либо нет размеров, либо ценники такие, что глаз начинает дергаться. Как бы за 3 тысячи белую футболку обычно я покупать не готова. 3 тысячи, если что, 500 долларов. Вот. Зато я купил вот такую сумку. Теперь я похож на настоящего русского турица. Я не знаю. Русского нет. Хэштег Дима Быстро. В общем, пойдем дальше искать футболку. И продолжать ждать Никиту. Вот я как говорил, ждем Никиту, ждем Никиту. И в итоге мы Никиту-то дождались. Оказалось... Всем привет, господа, с вами Юрий Пивчанский. Пойдем, да. А мне еще понравилось у них, я тут подснял это. Кухонная молитва. Вот, я предлагаю дальше пойти. Да, пойдем дальше. С вами был Юрий Пивчанский. И Кузьмой Шаурмянский. Ладно. Добрался до китайского крафта. Очень сильно хотел попробовать действительно китайские крафтовые сорта. Потому что крафтовая революция нам не могла себе подобраться. Добралась. Нашли, собственно, с Димой Оттофрум локальные локал тапсы. То есть локальный крафт. Сейчас прям, вот прям по-быстрому, значит, с конца. Десяточки, давайте. Десяточки. Что у нас здесь? Если бы у нас было время зайти сюда еще несколько раз... Ну, неплохо, совсем неплохо. Вообще, неплохо. Давай на этом закончим. Или с чего мы начнем? Все. Ребята, хорошего вам дня. А мы продолжаем продолжать. Привет. Нежданно-негаданно мы зашли в димсам. Я очень давно хотел сделать какой-нибудь обзор на какую-нибудь димсамную. А нет, наверное, лучшего места на земле, чем Гонконг, для этого дела. Потому что димсамы – это, собственно, местная кухня. И отсюда оно все пошло. Это, собственно, с креветкой. Да. Там внутри креветка и икра. Это тоже... Ну, это все на пару сделано. То есть оно вот в оригинале выглядит вот так. Я приехал в Питер. Меня накормили в кафе на парах. Зачем мы сюда пришли? Артем, мы с тобой любим тебя по стейкам ходить. Не знаю, там еще что-нибудь. Какие-нибудь там заведения для параха. Душеков, зачем мы пришли в кафе на параха. По-моему, вот. В общем, у нас с Никитой сегодня какая-то очень дурацкая традиция записывать в конце интро к ролику. После того, как допили, после того, как доели. Все, давай заканчивай. Пока. Никита, короче, привел я тебя с твоей супругой и моей супругой в заведение, в котором мы с ней посидели вчера, когда вы уже скопытили спать. И после димсамов, которые, наверное, вышли уже у меня на канале. Вот какая у тебя мысль? Хочу, но не могу. Это пункт, потому что, блин, я правда хочу, но я правда не могу. Правда, вот прям много уже ездит. Но, друзья, реально можно креветку с тазика, то есть не из аквариума. При том, что эта креветка там с твоей... И она там плавает, то есть прям вот... А, я вчера снимал там где-то... Вот так вот, просто поворачивай там круги. То есть реально можешь взять креветку, оттуда, тебе прям сразу приготовь, а ты, слушай, они реально это приготовят. Да, конечно. Ты ее выберешь, потому что ты ее вытащишь и отдашь им. И они тебе будут готовить. А еще по поводу цен. Это недорого. Дело даже не то, что недорого. Недорого стало. Недорого стало. То есть там есть огромный... Я не знаю даже, это креветка или как это вообще называется правильно? Да, креветка богомол. Креветка богомол вот тут подсказывает. В общем, нам предложили самые большие, но они сколько там, вот руку ребенка, наверное. Ну, они вот такие. Да побольше, наверное, даже. Прямо, прям, прям. Такую ширину. Я не знаю, наверное, видео есть со вчерашней моей еды. С тайник. В общем, самые здоровые предложили 600, где-то 5,5 тысяч рублей за две штуки. И стоило отойти 10 метров, превратилось в 350. То есть уже в 3 тысячи за. Теточка уже бежит с бумажечки, где написано 350 за две и говорит, типа, что вообще горячи. И причем я уверен, что если бы мы еще немножечко построили из себя девственниц, оно бы резко превратилось в 300, а может и в 250. Вообще легко. Но готовили уже бы не со счастливым яйцом. И плюнули. И даже и плюнули. Может быть и плюнули. В общем, не будет у нас видео с поеданием Никитой и его супруга этих креветок. Просто потому, что, ребят, просто уже жрачкой не лезет вот тут. Еще кебабы. Еще кебабы были, да. Вот. А пиво я еще выпью. Не знаю, как вам. Нет, все. Тоже все. На этом последний наш день заканчивается. Я думаю, еще в этом влоге будет немножечко про то, как мы ехали обратно. А с Никитой мы потихоньку будем прощаться. Пойдем посидим в отеле. Может в отеле еще какие-нибудь такие финальные итоги на лобби посидим, расскажем. Правильно? Все. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, потихоньку заканчивается наше путешествие. Сегодня четвертый последний день. Мы уже выехали из отеля, попрощались с Никитой. Точнее, не попрощались, а сказали до свидания. Может быть, доберемся до Москвы или он уже доедет до континентального, до основного Китая вместе с нами. Точнее, к нам. И уже потусим там. Но сейчас пришли очень прекрасные новости. И в одной из групп в чате увидел, что с послезавтрашнего дня, да, послезавтра, а нет, погодите, сегодня шестое, да? Да, с сегодняшнего дня. Россиянам не нужна виза на Тайвань на ближайший год. Они вводят это в качестве эксперимента и потом сделают, решат уже, стоит вообще это делать на постоянку или нет. В общем, прекрасными новостями заканчивается наша поездка. Сейчас немножечко прогуляемся. Не знаю, покушаем или нет. У нас уже через час автобус обратно в Шэньчжэнь. Не знаю, буду ли я снимать на обратном пути или нет. Все-таки эти, блин, несколько дней достаточно сильно вымокали. Поэтому, что я могу сказать. Хорошая была поездка. На этом потихоньку заканчиваем. Поснимаю, поснимаю, не поснимаю, не обессудьте. До самого последнего Гонконг не перестает преподносить сюрпризы. В общем, произошла очень забавная ситуация. На самом деле, забавная. Когда мы покупали билеты, мы просто в них не посмотрели. Потому что нам сказали, типа, автобус отъезжает от отеля 4 сезона. 4-сезон отель. Ну, мы такие, все, окей, все. Какие проблемы-то? А когда уже сейчас ехали в такси, причем по пробкам, по дичайшим. И практически, ну, вот мы должны были приехать к этому 4-сезон чётенько, минут за 10 до того, как наш автобус бы отъехал. И мы вообще не парясь абсолютно. Такие, едем, едем, едем. Уже почти доехали. И тут решили посмотреть билеты, какие, может, там сидения у нас в автобусе или типа того. И мы понимаем, что это не 4-сезон, это совершенно другой отель. Причем по-китайски, я сейчас подвешу куда-нибудь сюда иероглифы, как это показывается и как это вообще произносится. Это те же три иероглифы, точнее, не те же другие три иероглифы, которые в тех же тональностях звучат точно так же. Это просто вот недопонимание китайского языка, потому что здесь-то говорят на кантонском, а мы с ними как бы общаемся на китайском, да. И когда ты говоришь на китайском, это три иероглифа с абсолютно одинаковым звучанием, чуть-чуть отличающиеся. И получается, что мы просто вот поехали не в тот отель, а тот отель, который нам нужен был, он был рядом с нашим отелем, в котором мы жили. Мы резко просим таксиста развернуться, давай ломиться туда, у нас 5 минут до посадки на автобус. И мы просто как застряли в пробках. И вот какой-то здоровенный автобус едет впереди нас, и мы потихоньку от красного светофора к красному светофору за этим автобусом двигаемся. Ехали, 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 ехали. Уже все, отчаялись, уже сидим, думаем, либо на следующий автобус билеты покупать, либо на метро ехать, либо на этом же такси уже ехать на границу. Короче, все равно в любом случае все дорого, и денежку придется дополнительную выложить. И подъезжаем уже к этому отелю, и просто понимаем, что автобус, за которым мы все это ехали, это наш автобус, на котором нам ехать надо было. Мы просто автобус останавливаемся, и мы останавливаемся в такси. Вылетаем пулей с такси, там, мы кинули какие-то деньги, типа сдачи не надо, и мы побежали в автобус, вот сели и едем уже. Так что народу тут немного, полупустой, хотя, наверное, еще кого-то подбирать будет. Так что едем на границу, теперь второй челлендж, потому что время сейчас у нас 3.45, а поезд у нас в 7.20. Теперь задача до 7.20 оказаться на вокзале. То есть в теории вот этот автобус должен нас до вокзала довезти, но по таким пробкам еще одно приключение. Поэтому вот такой вот быть домой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА